В эфире программа подробностей и сегодня подробнее обсуждаем главные законодательные изменения, касающиеся мигрантов. Сколько стоит оформление патента, если в городе резиновые квартиры и живет ли себя квотирование? Об этом и многом другом говорим с Александром Гудковым, заместителем руководителя УПМС России по Рязанской области. Давайте начнем с количества. Действительно, количество мигрантов сегодня велико, а сколько все-таки? Ну, на сегодняшний день, если мы берем чисто нашу Рязанскую область, к нам за 2013 год на первичный учет было поставлено более 55 тысяч граждан, прибывших к нам, иностранных граждан. Это граждане, которые прибыли как в безвизовом порядке, это из бывших стран СНГ, так и стран, которые прибыли к нам в визовом порядке. Ну, подавляющее, естественно, большинство, подавляющее большинство, это которые прибыли к нам безвизовом порядке. Если брать по государствам, то наибольшее количество к нам прибывает, это с Узбекистана, побывающий Таджикистан, Украина, Молдова. Неужели так трудно оформить легально документы? Может быть, это долго, может быть, есть у них какие-то другие сложности, почему они не делают этого? В принципе, если брать, который прибывает к нам в безвизовом порядке, иностранные граждане оформление патента, это самое простое, то, что вот они могут легализоваться и легализоваться на срок, который, ну, в принципе, на год, и могут потом опять его продлевать. Это проплачивая с этого года, раньше было тысяча рублей, с этого года внесены изменения, патент стоит для иностранного гражданина оформить, то есть ежемесячные взносы 1216 рублей. То есть, сдав минимум документов, это две фотографии, написав заявление и там копии документов, и сдав их нам, он может, припроплатив вот это авансовые платежи, по 1200, каждый месяц оплачивая по 1216 рублей, он может легально находиться на нашей территории год, и затем, опять же, не выезжая с территории, с нашей российской или Рязани, берем наш регион конкретно, продлевать его дальше. Также могут оформить себе и разрешение на работу, обратившись в те организации, которые имеют квоту на привлечение иностранных граждан. То есть, в принципе, сложности для оформления особенно патентов никаких нет. Учитывая, что они едут, как они говорят, работают. Работают. Есть работа, есть 1200. Конечно. Ну, для того, чтобы и для того, вот, проблему вы подняли, то же самое, то, что вот 90 суток они у нас отбыли, с этого года, с 1 января вступили изменения в законодательство, значит, иностранный гражданин, который прибывает к нам в безвизовом порядке, то есть на 90 суток, пробыв здесь. И если он не оформил разрешительные какие-то документы, то есть патент, разрешение на работу, разрешение на временное проживание, то суммарно он в течение полугода может находиться у нас 90 суток. После этого он обязан выехать, ну, грубо говоря, въехал он 1 января, уехал отсюда 90 суток, пробыл, ничего не оформил, то въехать он к нам может только, опять же, минует 3 месяца. До этого такого не было. Это помогает? Ну, мы думаем, поможет, то есть разгрузит все-таки. Потому что до этого было, получается, отбыв 90 суток у нас, он выезжал в Украину на сутки, въезжал обратно, пересекал границу, и так могут до бесконечности у нас по 90 суток их отбывать. И мы думаем, что вот это вот разбежка, то, что он может въехать к нам только через 90 суток, разгрузит, и количество мигрантов у нас уменьшит. Мы были в спецприемнике для временного содержания мигрантов, когда он только-только, почти был готов, скажем так. Как сейчас обстоит дело? Открылся ли он? Сколько там, какое количество мигрантов находится? С 1 января этого года, в соответствии с законодательством, и в нашем регионе, спецприемник, который выворит спецучреждение, оно открытое, это по улице Чкалова, 26. Значит, мы поднимали проблему неоднократно. Количество, которых мы можем там разместить, лица, которые подлежат водворению, либо депортации, 20 человек. Это не много. Это не то, что немного. Я вам приведу пример. То, что к 7 числу января, то есть с 1 по 7 января, вот вступил закон 1 января, и до 7 января там уже было 17 человек. А после праздников уже он был заполнен полностью. Мы обратились также, опять же, с просьбой к губернатору Рязанской области, нашу Олегу Ивановичу Ковалеву, для расширения. То есть, возможности у нас есть, и сейчас этот вопрос рассматривается. Есть какие-то еще законодательные жесткие меры, которые позволят нам бороться именно с незаконной миграции. То есть, хочешь жить и работать, пожалуйста, но в разумных количествах, и все-таки по законам страны, в которую въезжаешь. С августа прошлого года уже, как введен закон, то же самое, был 27-й, о том, что безальтернативные водворения, в связи с чем и большой очень скачок, вот, сделалось. То есть, получается, что гражданин, если он нарушил здесь режим пребывания, то есть, нарушил сроки пребывания, то раньше был штраф, либо водворение. Сейчас только водворение со всеми этими. Также с этого года, если берем для оформления разрешения, тоже вступили раньше, подавая на разрешение, он мог подать медицинские документы, предоставить только через месяц. Сейчас, вот с 1 января этого года, текущего года с этого января, подавая документы на разрешение, на разрешение на работу, немедленно он должен предоставить документы о том, что он здоров и не болеет какими-то общественно опасными заболеваниями. Поэтому вопрос очень интенсивно развивается. Также о фиктивной регистрации. Это помогает наши российские граждане. То есть, фиктивно регистрируя себя, где они фактически не проживают. Вот опять же, такая проблема. Домики, которые попроще, вот сейчас много таких микрорайонов, там в одной квартире, ну, Бог знает сколько, какое количество человек. Ну, у нас вопрос, то, что у нас вот уж такого вот в нашем регионе, ну, это принимаем, ну, грубо говоря, административные меры. И практически резиновых квартир, в которых, как вот в некоторых регионах, по тысяче, сотне или еще что-нибудь нет, у нас максимум, ну, 5-7 человек, это максимум, и то, и то уже остались единицы таких квартир. Все они у нас на учете, поэтому мы стараемся туда не регистрировать. Во-вторых, сейчас пытаемся, вот, в связи с изменением законодательства, пытаемся хотя бы наработать судебную практику и начать, пока нет еще этой судебной практики, в дома, которые непригодны для проживания, а там уже лица зарегистрированы, то есть передать это материал в судебные органы. Очень такой злободневный вопрос о местонахождении вашего управления. Было много споров. Понятно, что в центре, наверное, это не очень удобно, тем более, что такое общественное место. Но и переносить куда-то другие жители тоже против. На чем остановились? Губернатор Олег Иванович Ковалев эту проблему уже поднимал неоднократно. В этом году, вернее, уже в прошлом году, вопрос это был решен окончательно. Было выделено здание на 14 линии 2В, которое отремонтировано, капитально отремонтировано, отремонтировано великолепное здание, великолепные рабочие места, созданы для наших сотрудников, то есть и находится оно как бы в промышленной зоне, вдали от жилых помещений. И 1 февраля, вот 1 февраля этого года, оно открывается, и все иностранные граждане, которые находились в центре, вот по улице Ленина, 59, это отдел трудовой миграции, это городской отдел по городу Рязани, который занимается постановкой их на миграционный учет, принятие разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданство, которое находилось вот на Ленина, 49, все эти отделы с 1 февраля текущего года, осталось вот буквально несколько дней, будут принимать на 14 линии 2В. Мы ничего не сказали о квотах, это важный вопрос, сократятся ли они в ближайшее время, чего ожидать? Ну, в послании президента, как вы знаете, федеральному собранию было озвучено то, что квотирование должно себя изжить, и то, что планируется введение и для предприятий, и для индивидуальных предпринимателей, то же самое, как и для частных лиц, это патенты. То есть, в зависимости от региона их будет, цена устанавливается, как мы понимаем, но в настоящий момент пока еще ничего нет, остались квоты. Квоты на будущий год мы их из года в год сокращаем, и на будущий год у нас порядка 13 тысяч, вот на этот вот, вернее, уже год, порядка 13 тысяч будет привлечено иностранных граждан для работы. В том числе у нас то же самое, если мы привлекаем, у нас приезжают иностранные граждане сюда, и для оформления, например, гражданства российского, ну и первоначальный этап, который они проходят, это разрешение на временное проживание, квотирование. То же самое правительством, распоряжением правительства на этот год, на наш регион, на наш регион установлена квота 1800 человек. То есть 1800 человек, это которые прибудут к нам иностранных граждан, может быть и наших бывших соотечественников, мы можем только выдать разрешение на временное проживание, 1800 это человек. Изменения коснутся и регистрации, я так понимаю, больше в провинциальной где-то местности, в чем именно они будут заключаться? С этого года тоже самое внесены изменения в регистрационный учет, то есть с этого года регистрации наших граждан, российских граждан, раньше этим занимались и местные поселения, они могли сдавать документы туда в настоящий момент только через наши территориальные пункты, которые, и наши подразделения ФМС, которые находятся в районе. Конечно, мы понимаем, что тут возникают определенные неудобства раньше, ну, по доступности. Ближе было, ну, в принципе, перерегистрация происходит не так уж очень много наших российских граждан и выдач, поэтому здесь таких больших проблем не будет. С другой стороны все на виду. Да, и тем более получается то, что с кадровым вопросом тут вопрос решен, который вот это вот у нас фактически все места, которые введены, они были дополнительно для регистрационного проведения вот этих вот регистрационных работ, все они у нас заполнены, все укомплектованы, в том числе им предоставлены все и рабочие места для оказания этой услуги. Законодательные изменения в силу вступили. Насколько они исправят ситуацию с нелегальными мигрантами, говорить пока рано. Мы обязательно расскажем об этом подробнее в следующих эфирах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok